Субтитры сделал DimaTorzok За два месяца во дворе Зимнего дворца ценители искусства изрядно потрепали автомобиль и даже украли аккумулятор, вероятно, как музейный сувенир. Ведь художественная цена из зеленых «Жигулей» очевидна даже не самым искушенным посетителям Эрмитажа. Здесь должно было быть не случайно, если бы случайно ее отсюда давно увезли? Ну, не знаю, немножко, ну, у моего папы была, ну, типа такой, раньше, давно уже. Внутри музея объекты биеннале нужно еще найти. Они буквально подстерегают посетителей. Далеко не вся публика приходит на манифесту. Кто-то идет в классический музей и, оказывается, не готов к встрече с современным искусством. Я думала, что как бы сперва тут ремонт идет. Потом подумала, что, может, что-то другое выставили. Это ваше? Нет. Запах такой не очень приятный. Чушь какая-то. Инсталляцию Йозефа Бойса экономические ценности легко найти по запаху – прогорклого масла и старого хозяйственного мыла. Продукты, купленные еще в 1982-м, сохранили аромат тоталитарной эпохи и спустя десятилетия. Сотрудники музея стойчески переносят присутствие арт-объектов на свои территории. Пародия на женщину. Безголовое существо со звериной натурой. Когти, хвост. Как же женщина там? Не женщина явно. Ну, а что это такое? Ну, вот, видимо, половый орган мужской. Нет, это хвост. Нет, хвост – вот, а вот это? А это не знаю, что. Тут непонятно. Каждый видит, что он хочет. В 2013 году Каспер Кёнинг выбирал площадку для проведения «Манифеста 10». Прогуливаясь по залу Государственного Эрмитажа, он обратил внимание на скульптуру Луис Боржуа «Этюд с натуры». И это сподвигло его на проведение выставки именно здесь. Основная экспозиция разместилась в только что отреставрированном здании главного штаба. Зимний дворец должен был стать связующим звеном между прошлым и настоящим. Многие художники приступили к работе только после того, как съездили в Петербург. И своими глазами увидели зал, в котором будут стоять их произведения. То есть артист, которая обычно на дисплее здесь, и которая была показана, на экспозицию, они довольно статичны. Артисты были мертвы. Мы здесь были удивительные опыты между артистами и куратами, потому что обычно здесь у куратера определяет его space. Увы, не все экспонаты вернутся домой. По крайней мере, в первоначальном виде. Организованные толпы китайских туристов буквально растоптали уникальную инсталляцию из пыли художницы Карлы Блэк и уронили другую работу Луис Буржуа, разбив зеркала. Китай фотографировал, и когда облокотился... Я могу только одно сказать по этому поводу. Самое главное, что, на мой взгляд, современное искусство очень хочет, чтобы с ним возникли какие-то проблемы. Потому что проблемы – это вообще единственное, что есть в жизни у современного искусства. Их создание, их решение, их называние. То есть если нет эстетики, нет иллюстрации, нет трансляции идеологии, часто нет, иногда есть, то остается только одно – создание каких-то ситуаций, то есть некой активности, в том числе и социальной и так далее. Ну, как вот Йозеф Бойс говорил, что это социальная скульптура. Поэтому мне кажется, что намеренное стирание дистанции между произведением и зрителем, оно неизбежно заканчивается вот таким вот невольным вандализмом. В этом году Государственный Эрмитаж отмечает свое 250-летие. Основу музейному собранию положила еще Екатерина Великая. Главный Петербургский музей переживал разные времена и разные эпохи – исторические и эстетические. Сегодня он по-прежнему идет в ногу со временем или, иначе говоря, остается в тренде, открывая свои двери современным художникам. Потом они будут говорить, о, мы выставлялись в Эрмитаже. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...